Привет, guys! Срочная запись, я вообще не хотел это записывать, хотел просто с кайфом сыграть и лечь спать, но я недавно делал пост в группе в телеге, писал, что есть на Веспе аспект, который никто не берёт, и он на самом деле мусорный, но бывают игры, где его в теории можно взять. Это аспект медиалган, или как-то так, он медиган, он называется. Сейчас я там рубику тизер, могу ему вар поставить. Вот этот аспект. В общем, что он даёт? Вот он. Что он даёт? Он даёт вам замакшенный оверчарж, уважаемой броню, сопротивление магии 30%. Вы с этим аспектом не можете быстро фармить, поэтому если у вас нету кора, который с вами бесконечно под вашу ешку качается, в теории это можно попробовать. Я решил попробовать. Я не знаю, как это сработает. Это буквально моя первая игра с этим аспектом. Ранее я с этим аспектом не играл, поэтому не могу вам сказать полноценно, сработает аспект или нет. То, что сейчас я увидел в инвокере, это просто пиздец. То есть, при этом просмотра, мне кажется, в этой игре, если на кого-то будет нападать пашка, например, то я с помощью... То есть я куплю всё точно. Брейсер... Брейсер... А, нет. Брейсер в стике. Вот так вот. После этого я, скорее всего, выйду в Мекку Салар. Мекка... Ну, Мекка Локет Салар. Вот, бил. И я буду кидать Салар плюс ешку, и в моём понимании нас будет убить очень сложно из-за большого количества Magic Resist, и меня в том числе. Из минусов я не даю никакого кача своему союзнику. Я супер пассивный в мидгейме. Но, опять же, мы не знаем, сработает или нет. Пока не попробуем. Поэтому вот мой, можно сказать, первый опыт с этим аспектом. В конце игры сделаю обязательно отзыв. Отзыв, отзыв, не знаю, правильно? И скажу, как я считаю, получилось или нет этот аспект полноценно реализовать. Распродажа в Steam в самом разгаре. Уже сама себе урвала множество топовых игр по низким ценам. Ну, а получить их максимально выгодно мне помог Купикод. На Купикод самая низкая комиссия на рынке. Также сервис полностью повторяет все скидки Steam. Купикод это больше, чем сервис пополнения. Купикод это игровая экосистема, которая является самым надёжным способом пополнения баланса. Они делают упор на честность и развитие комьюнити. А также организовывают турниры и прилагают систему лояльности. По промокоду SHISP10 комиссия на пополнение снижается на 2% и даёт скидку в 10 на покупку игр гифтом. Пополнение стима происходит в несколько действий. Всё просто, дёшево и безопасно. Вам понадобится всего лишь ввести логин, ввести промокод, применить его и нажать оплатить. Для пополнения нужен только логин, поэтому ваш аккаунт остаётся в безопасности. Плюс к этому через Купикод можно пополнять казахстанские аккаунты и аккаунты в долларах. А для уже зарегистрированных пользователей действует кэшбэк на каждое пополнение и покупку. Также у Купикод проходит розыгрыш, в котором вы можете получить сочные призы. Ещё на сайте есть раздел «Недоступные в РФ», где собраны игры, которые вы не найдёте в магазине стим. Но благодаря Купикоду вы можете их получить на свой ру-аккаунт. И не нужно париться с созданием нового аккаунта. Игру можно будет получить в вашу библиотеку. Чтобы уже делать выводы. Потому что не всегда ни одной руны не забрали. Пока что игра начинается ужасно. То есть под Виспа они взяли ни одного героя. Буквально. То есть под меня ноль героев, с которыми я могу дать тизер и поиграть в доту. У меня линия Висп Спектра. Ладно, это у меня далее ещё игра в сильный пик против Виспа. То есть Зев всегда был хорош против Виспа. Пашка всегда была хороша против Виспа. Ну и типа три героя ещё ладно, они не страшны. Ну и плюс я взял новый аспект. Поэтому игра обязательно будет интересной. Все, поехали. Прекрасно старт начинает делать красоту. Причём он стоял в АФК. Типа он стоял в АФК и из-за этого умер. Если бы он не стоял в АФК, он бы не умирал. Ну ладно, будет для него потом. Нормально, поданаем пачку. Найс. Найс. Кстати, хорошо будет, что он занает. Ну, такой себе стан. Застан дать два удара, как будто бы это не супер выгодно. Не буду есть танка, потому что Спектра фул. Буду стоять сзади. Соответственно, в next атаке на Спектру я буду участвовать, как её главный защитник с помощью оверчаржа. В оверчарж у меня уже должен быть появиться. Я много эксперт соло залутал. Ребят, я Путч не стал добивать, поэтому я просто заданаю. Отлично, хорошо. Найс, молодец. Всё, возьму Сатряк дополнительный. Пробую от... Агрить. И, соответственно, у меня появился оверчарж. Can you hear me, Спектр? Ну, типичный ЧСВЧЛ. Всё, отлично. Нажимаю Спектр и проверяем его на эффективность. Пробую хук подблочить. Не смог. Слушайте, намного сложнее его убивать, но не настолько, чтобы он выжил. Ну, это, опять же, это не мой косяк, что он умер. Это только его косяк. Нормально. Мы всё ещё подкачаемся. Стик привести или нет? Стик на этой линии не так плохо, на самом деле. Думаю, Стик хорошее решение будет. Он в кастает? А, он ТП ждёт, нормально. Он ждёт ТП. Играем в Денай. Спектр, кстати, о, Винга через Мили Аспект. Хороший билд. Очень больно хук поджакосает, на удивление. Всё, на следующем левеле я точно беру оверчарж в 2 или тизер взять в 2, непонятно. Непонятно. Найс. Дам оверчарж. Надеюсь, что будет его бить. Будет не пробивать. Нужно тычковаться будет. Поставлю за него. Стараюсь сам подставиться, а не Спектра. Всем тангус. Стараюсь перехилить. Ну, чувак. Блин, съеб... Почему он тут герой? У нас не самая сильная комбинация героев. Ну, ничего, мы справимся. Стеки приехали. Из минусов поздно. Но из плюсов лучше их было и не купить. Смотри, он без стеков, по идее. Найс. У нас не такая плохая линия, как он думает. Ну, тут он плохой выбор сделал. В виде добивания милишника. Я сейчас выпалю на биг. В крайней мере, попробую, если пуча не помешает. Найс. Ну, ты меня слышишь, да? Я взял аспект защитный на тебя. Я, когда у меня будет врачаж 2, буду его нажимать при атаке на тебя. И ты, скорее всего, будешь выживать. Я ни разу не тестил, но, скорее всего, должно сработать. Бля, у него тычка большая. Это при том, что он без топора еще. Найс. Опять до нафи есть. Видит инвокер. Найс, найс. У нас все равно линия гуд. Из-за вот этих моих двух цирклеток у меня большая очень тычка. Очень удобно трейдиться. Посмотрел фишку на этот билд. Причем, красавчик. Поздравляю вас с проходом на инт. Если вот друзья, которые мой канал смотрят, передавайте им от меня мои искренние поздравления. Очень рад за него. С огромным уважением к этому игроку отношусь. Вот. Намного больнее залетает стан венги. Я прямо это ощущаю. Мне это очень нравится. Я очень доволен. Нормально, я их перетачковываю. Сомер утяж 2. Получишь такой очень защитный висп. Но мне кажется, это должно срабатывать. Гайз, это сработало. Будет у него чуть больше хп состов. Я не знаю. В любом случае, ничего страшного. Ты камбэкнешь. У нас очень... Не так плохо, как ты думаешь. Он не будет скелиться, так как ты по игре. Блядь, плохо? Да-да-да-бел. Проверим аспект на прочность. Бля, ребят, аспект так-то хорош. Ебать. Так меня не пробивают. Меня не пробили из-за аспекта, ебать. А что это? Я уже который раз? Случается, случается. Сейчас ты меня по тавор выкукаешь. Ладно. Ты убьешь хотя бы? Нормально, нормально. Ну как нормально? Нет. Блядь. Ну, на самом деле, справились ради, он очень много ошибает сам. Он мог играть лучше во многих моментах. К сожалению. Не могу там помочь. Но могу тут. Там большая пачка. Надо вот так вот сделать. Взял оверчарж в 3. Смотри, из-за того, что ты умирал, у меня большой левел. У меня оверчарж в 3. На любая атака на тебя я тебя перехилю. Не перехилю, но тебя не убьют. У меня очень много защиты для тебя будет. Плюс у меня фласка есть. Поэтому можно не на очке. Я нажал тп в топ. Ты сейчас без меня пока что. Найс. Отлично. Хорошо. Это было очень важно. Эта урна была очень важна. Я в гейт возвращаюсь. Постарайся не умереть, пока меня нет. Куру отправляем. Сами бежим сюда. Так, брейсер есть. Фласка есть. Сики есть. Второй брейсер делаем. И просто сразу же в Мекку выходим. Да. Не могу им помочь. Я должен улетать. Все. Можешь не на очки драться? У меня много хиллайсов для бы драка. Все, все, все. Тебя не должны пробивать. Блядь. Это неожиданно было. Блядь. Ладно. Не знаю. Но я очень большой. Я могу из этого много сделать. Меня фласку не взял из этого номер. У тебя будет место на карте, я думаю. О, я мог хук спасти. Круто, не тык. Там артрана, что прят? Так, второй брейсер. В Мекку выходим. Моя рубика у нас лавел 6. Да, и я почти лавел 6. Бля, меня может не все убить, что самое грустное. Почти медиа. Ударила получить с брудой в топоте. У нас очень хорошее по винрейту героя. Мы можем это использовать по игре. Так. Что, по вардам надо поиграть немножко? А то ощущение, что мы по вардам въебываем, да? У меня Кура не доехала. У меня Кура туда-сюда летает, туда-сюда летает. И из-за этого каждый раз я недополучаю. Две тпшки. С брудой поиграем. Не знаю, я немножко теряюсь с этим аспектом, потому что непривычный стиль игры. Го драться, брат? Видимо, не можем мы драться. Ну, как не можем? Меня бьют? Блядь, я ошибся. Блядь. Блядь, да как я все ловлю? Блядь. Блядь. Позор ебаный. Сори. Ладно, хотя бруда не умерла. Уже хорошо. У меня 10 секунд. Ну, это было грустно. Ну, вроде игра для меня хорошая, но я не знаю, у меня какие-то игры на мейне такие интересные, знаете. С подвывертом, я сказал бы. Так. Двар дропнуть. Давайте, парни, не будем обсуждать, а пробуем в доту поиграть. У нас есть шансы играть. Вы никто не друг с другом не общаетесь, а потом, когда все хуёло идет, начинаете найти. Он, наверное, ко мне не стрейфится. У меня не хватит меня. А может быть, кстати, видели, сколько я хила дала ему вообще? В моменте-то. Я, кстати, выживаю. Да, блядь, ну что за... Ой, как мне она надоела. На тебя, сука. Ищи, это умерла. Ну, ладно, нормально. Типа, учитывая, сколько я мискликов ловлю. Ну, знаете, типа, вот эту розочку словил. На ту розочку наступил в кустах. Учитывая даже все это. Мне очень нравится пока что геймплей через этот оверчарж. Он редко будет работать, когда за вас будет, конечно, кэрри спектра. Но он может сработать. Спектра через Вичблэйд. Интересный билд. Как будто бы мне очень не хватает хила. Такого. Из двух фласок. Ничего нас не хватает лесных айтемов. Вот их два всего. И вот один у меня. Мне моча нужна. Мочи нету, есть джели. Гуля помочь ему. Ну, я ебать хилил на самом деле. Блядь, как больно. Ладно, я пытался его спасти. Я хотел проверить, как много я могу с оверчаржем в три выхилить. И, ну, вы сами видели. То есть, чела в какие-то моменты вообще не били. Будь у меня локет или мяка, то есть, будь у меня не такой хуёвый старт из-за пяти смертей, шести смертей моего кэрри. Семи смертей, прошу прощения. То есть, он реально умер семь раз за двенадцать минут на кэрри. Если бы он умер чуть меньше, я думаю, с очень большой вероятностью, это был бы импакт. Так, я с кратишкой. Только не на хг. Тут нет смысла нажмать Е. Мы Е жмем только для атаки. Ой, только для защиты. В этом билде нет смысла нажмать Е на атаку. Ни в коем случае. Что там тизер? Е только для защиты, помним, да? Брать его в четыре или взять тизер, чтобы больше хилить под мекку? Пока мекки нет, нет смысла. Лучше пока что усилять Ешку. Типа, у меня оверчарж на... У меня Ешка дает 30% magic resist. И миллиард армора просто. Я думаю, если на вас нападают под моей Ешкой, вы не умрете. Не должны, по крайней мере. Я, кстати, тоже, потому что мне это тоже дает. Урона счета у него, парни. Не выглядит реалистично драка с ним. А, не смог хотя бы нажать. Вилка переложила. Ну... Все-ка, я бы все его уложил. Фишечный вард поставим. И выходим в мекку. Надо мекки немножко. Я никак не фармлен этим героем. То есть с этим билдом вы привязаны к защитному геймплею. Вы не можете с ним бить крипов. Они в смоке 100 и 100. Или не 100 и 100. Ну, много и 100. 14-ая минута. Пробовать украть визду можно. В соло это делать или нет? Как думаете? Я думаю, я сыграю подскан и попробую сделать это в соло. Сейчас виздом будет. Я хочу у них украсть. Ну, не. Я арелов всегда выбираю на виздом. Приоритете, нежели драка. Это 100 и 100 лучше. Это всегда профитнее. Забрать виздом у врага всегда профитнее, чем подраться. Факт. Даже если вы хорошо подеретесь, это риск. Нажал мид ТП. Пробую спать. Даем армор. Видите, да, сколько хилла я даю? Его не пробивают. Guys, только что я хиллом, походу, засейвал братишку. У меня все еще есть ешка моя на миллион армора. Не думаю, что он тебя пробьет. Он уже фуловый. Там же вичблейд он собирался делать, разве нет? Да, он собирался вичблейд делать. Ладно. Я ошибся. Там уроны иллюзии. Я ошибся, что ешку нажал на атаку. Это привычка. Это мышечная память на виспе. Такое бывает. У меня мека летит. И у меня оверчарж в 3. О, в 4. Я не думаю, что у вас кого-то возможность убить будет. Если я хорошо сыграю. Вард нашли наш. Вообще, мне не нравится, когда у меня четверка варды ставит. Даже когда я на виспе. То есть, ну, надо, чтобы он это хорошо делал. Я чувствую неполноценность свою. Все, я теперь с защитным геймплеем. Мне не с кем играть. Остается только искать, кому жопу вытирать. То есть, на кого-то нападают. Я ешкой сейваю. Нас орчит. Да, нас орчит на спектре. Стак иншем мы сделаем. Хотя нас его плохо фармит. О, виздом. Так. Я должен быть за кем-то. Я не могу у стрела приходить. Я должен быть за кем-то. Я жму заранее ТП. Я должен быть за кем-то. А в этом мы можем, парни? У меня очень много хила. Если кто-то из вас подставится, я прохилю. Парни, если кто-то из вас подставится, я прохилю. Пожалуйста. Я пытаюсь донести мысль. Но у меня ощущение, что ребята не доверяют моему аспекту. Я не могу фармить с ним. Мне нужно, чтобы кто-то подставился. Я прохилил. Во-во-во. Вот так. Я не трачу тизер. Потому что, ну, я все-таки защитный геймплей играю. И стоял. Пришел слупать и зашел бы дальше. Вас видно тут. Как будто бы вот тут. Все, я стою между двух огней. Ищу с кем играть. Не выживает. Я не могу тогда. Я бы даже при желании не успевал бы туда. Сто и ста. Ну, типа, я не ту цель выбрал, за которой стоять. Это проблема аспекта. Ты не можешь фармить с кэрри. Я должен играть между кем-то. Я выбрал шанс того, что я буду стоять. Ну, типа, что нападут на кого-то из троих моих тиммейтов. Напали на четвертого. Ну, блядь, случается. Типа, косяк? Ну, наверное, да. Но я не знаю. Дай мне 50 раз так сыграть. И 50 раз именно такое решение приму. Я не думаю, что это решение было ошибочное. Думаю просто, что ситуация получилась не очень удачная. Чокнем в хайграунд на варды. Есть сентрия. На борту нападают. Там есть вессал. Можем, можем, можем. Все, я проебал свой аспект только что в моменте. Пробую на базу ТП. Из базы, возможно, помогу. Варты сломалось хороших. Нажал рел, возможно, помогу. Блядь, нажми на меня. Нажал. А их как будто бы меньше, нет? Только я сейчас улетел парня из минусов. Нет, ну не надо веку. Ладно, это хуйня получилась. Я уже улетел, и вы без меня делитесь. Нам без меня сложнее. Уже... 20 тысяча, блядь. Ну, 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 ну. Найс. Хорош, хорош. Хорошо сыграно. Там вессал появился. Против вессала мне как будто бы даже нет смысла делать локер. Я смысл просто не блочишь, пожалуйста. Ну, блядь. Ну, где фокус? Ладно. Нету... Там есть вессал? Нет шанса делать локер. Я просто делаю повис. Повисом даю больше армора. Возможно, не дам умереть. И я должен играть на драку? Мне нет смысла бежать в топ, потому что я только... Только на драку должен эти билдом играть. Хороший килл. Дабл арчит. Эти билдом играют только на драку. Только за кем-то. Фармить нет вариантов. Только за кем-то. Икспа мне вообще не нужна в этом билде. Никакая. Не нужно нихуя. Все, у меня уже пик силы. То есть я выше уже и сильней буду только за счет вещей. Фармить я не могу. Соответственно, просто стоим рядом и пиздим экспу. Ну, верим, что наш кор нам выиграет игру. Фэй. Ну, какой на этот шанс? Не знаю. Посмотрим. Типа, у меня такой геймплей, что я попробовал этот аспект. Пока что мне очень интересно им играть. Но я не уверен, насколько это эффективно. Нет, там весел там не убить вообще. Не помочь никак. Как так постоянно оказывается, что каждый раз атаки там, где меня нет? Это я хуёво, наверное, выбираю место, да? То есть, ну, я хуёво, выбираю место, где мне быть. Наверное, я должен был под мидом стоять под инвокером. И потому что два же даже в миде нападают. В боте вообще не нападают. Может, просто неудобно нападать в боте, я должен играть под мидом. Давайте попробуем поиграть под мидом. Тогда сейчас умерет спектра в боте. Посмотрим. Закон подлости. Виздумку чекнуть, украсть. Я у них украл прошлое. У меня герою ничего не стоит. Я могу себе позволить воровать вражескую виздум. Вам так не кажется? Я нажму скан. Загорится красным. Я не лечу. Или попробовать украсть красным даже. Не, это будет глупостью. Тут стою, чтобы пробовать сделать стак. Мне кажется, они ждут меня на виздум. Да, так и есть. Что, из этого взять? Это мусор? Это мусор. Что брать? Замедление? Не поможет. Там трипл стакан шея есть. Уменьшил урон по нему. И он выжил из-за этого. Хук есть? Хук нет. Я тогда с ним возвращаюсь. Не хочу умирать. Отлично засейвал. Шана, похуй. Хороший сейф от меня. Я доволен в целом. Как будто бы Торментера можно убивать этим билдом. Тут еще и добавится в будущем сопротивление о замедлении ампиризм заклинаниями. Кому только ампиризм нужен вопрос в нашей команде? На спектру он не работает? Да, скорее всего, нет. Что, Торментера заберем, нет? О, я опять нажал Ешку на атаку. Так, я вообще могу ресурсы давать. Просто видим маны, ФП. Шары или рела? О, шары или талант? Да, есть такое. У нас очень мало урона, потому что я не даю скорость атаки. Я не даю скорость атаки ему, персонажу. Давайте возьмем урон. Просто потому что выбора особо нету. А выбор без выбора у нас. Найс. Неплохой Торментер. Рубика прохилили, мека продана кд. Мекку я ранее очень ощущаю, в отличие от локета. Локета я не особо чувствовал раньше. Но я не уверен. Мне кажется, если я просто бегу бы давал скорость атаки даже инвокеру, это было бы иногда эффективней. Просто вот этим билдом ты всегда вынужден играть одним стилем. Стоять за кем-то и пытаться засейвать. А другим стилем? Они в нас, кстати, идут. Я должен забрать лотос, потому что это мой дополнительный хил. Странно, что я не увидел. Пауков не отводят совсем от БФ. Очень странно, чувак. Чувак. БФ манта, как будто бы мусор. Мы стоим под инвокером. Я думаю, выбрал правильную цель для сейва. Потому что винга можно понажать на свапочи. На свапочи. Мне бить просто. Вот что-то. Найс, отлично. Хорошо, постояли за ним. Выиграли время. И спектра молодец. Он набирает вещи. Красавчик. У меня скоро, кстати, мой повис, уважаемый. И, кстати, заметьте, повис накапал просто деньгами. Хотя, может быть, я изденкаю тут еще? Деньги нет. Тут мусор, на самом деле. Только броню взять. Они, скорее всего, вардропнули. Давайте пробуем С5 убить до того, как... Враги сюда придут. Я думаю, они успели его поставить. Нет, не успели. Заныкаем курицу. Сами под брудой сыграем. Видите, дам я 9 крипов за 25 минут. Потому что этим билдом ты, скорее всего, не сможешь играть иначе. С кем играть? С кем играть? С инвокером. Но я не могу бежать в топ. Поэтому я бегу на базу заранее, чтобы быть готовым. У меня нет варианта бежать в команде. Уже всегда не побегу в драку. Я окажусь без ТП. Поэтому я бегу заранее. Жду. Мы нихуя не можем. Кроме нас все фармят. Я не осуждаю. Я это понимаю. И принимаю. К сожалению, это жизнь. Фундамент. С база. Нас ТП зафорсили. Без Зевса. И вышли. Все отлично. Ну, для врагов. Для нас это не лучшее. Ну и не худшее исход событий. Почему не лучшее? Потому что Барда могла качаться. А теперь она ждет. А я не могу дальше выйти с базы. Я с Пависом буду ждать. Павис. Мека стики. 10 локетов. Драки после нажатия... 10, точнее, джеликов. Дальше после нажатия джеликов переложусь. Стараться отсеивать от свапа. Плохой, кстати, трак. О, вард он мало вижен дает. Типа, видите, да? Вот этот обрезок. Мог чуть правее поставить. Тем более, его сразу еще и нашли. Ну, типа, я рассчитывал, что чувака нападут. На него не напали. В принципе, я думаю, если на него нападут, то я успею помочь Ешкой. Проблема в том, что нет доверия с этим аспектом к вам. Никто не знает, сколько вы засейваете. Как и я, в принципе, сам не знаю. Сейчас посмотрим, на кого нападут. Кого будут бить, того я должен буду сейвать. Кого будут бить, того я буду сейвать. Ну, это я не засейваю. К сожалению. Туда я не мог. Там все, враги хорошо нажали. Я кого-то должен хилить, но никто не идет вперед. Я не знаю, как поступить. Как будто бы, если спектра была бы с блудмейлом, то я, может быть, сыграл бы с ней. Но он не хочет идти. Мне кажется, что если нет спектры, то никто не может. А он не шел. Вот если он в них сейчас пойдет. Ну, давай попробуем. Вот об этом была речь. Если бы я щит-лизер не порвал, ты бы еще и выжил. Это, кстати, вот это очень может нам помочь. Мне кажется, если ты купишь шард и пойдешь вперед, у нас очень хорошие шансы будут. Там шард есть? Нет шарда. Вот то, что ты павец шарда, это очень хорошо для нас. Ну, вы видели, да, гайс, сколько я урона уменьшил? И сколько спектра нанесла? Но это еще при том, что у спектры плохая игра. Будь у него игра нормальная, играть было бы легче. Ладно. Я даже не знаю, как этот аспект характеризовать. Он слишком неудобный для игры. Но если найти способ, то выглядит очень даже ебейше. Самое сложное с этим аспектом найти способ игры. Нет, там вообще анрил. Каждую руну они заранее там стоят. Я один раз арил, а, блядь, нажал, все. Надрессировал собак. Скорее всего, варты подропали. Могу ли я купить гем? Что у Рубика? У меня почти Глиммер. Ну, не-не, у меня вот почти Солар. Для Солара я ебал в рот что-то покупать. У меня шары появились. Я должен идти толкать линию. Шарами это делать легко. Я, кстати, забыл про то, что у меня не наносят урон уважаемый... Уважаемая Ешка не дает мне урона до повышенного. Шо минус. Ну, ничего. Линию отпушим. Да, аспект, конечно, странный. Непривычный. Липа не добил. Это очень важно, потому что... Сейчас каждая голодинка важна. Особенно, когда у тебя маленький Нетфорс. Сейчас, спектрис с шардом. Он так не... Ну, не хочет покупать шарду. Я не знаю, почему. Видимо, плохой билд. Пробуем прокачать. Возможно, из-за прокачки джунглей я смогу нафармить свои уважаемые айтемы. Так хочется Ешку нажать на кача, но она ничего не даст. Кроме бесполезной защиты. Не знаю, чем враги занимаются. Они в боте не идут. Сатанник появился. Опа. Это важно. Это важно. Все, у меня все, что надо есть, я должен возвращаться на базу. С Аларом. Должен ли я в топе оказываться? Наверное, нет. Да, должен. Постал. Плохорил, нажал. Не успел я нажать. Найс. Наживем. Это было неплохо. Это было хорошо. Если ребята еще выживут, будет вообще год. Они меня ждут там? Они меня ждут стоят, слышите? Ждут, ждут. Сейчас вернусь. Блядь. У меня команда какая-то молчаливая. Они вообще ничего не говорят. Я не понимаю. Даже смешной момент они заметили. Что очень странно. Срочно придумаем бомбард. Я повторяю. Охуенный вариант. Если у нас чувак пойдет вперед. На спектре. И я дам вам мой тизер. И он будет танчить. Как вам мой РПГ. Пока мы так не делаем. Будет смерть. Даже не знаю. Наверное, вот это. Броня. Ну, типа. Я пытаюсь объяснить человеку его стиль в этой игре. Он не убийца тут. Ему нужен шарт. Пойти вперед. И под моим приколом. Впитать урон. Не умирайте пока. Ну что это? Да так хочется. Кидай. Кидай. Брат, кидай. Не умирайте, говорит. Ну, туда теряем сторону. Чё, урон не убил? А, ебать. Он со страйк дал. Видели? Вы теряете со страйкой, правда? Ну... Вот он геймплей. Очень интересно. Да. Найс, найс. Найс, найс, найс. Найс, найс, найс. Об этом и речь, об этом и речь. Чувак фуловый. Чувак фуловый. Видишь, так можно было довериться хотя бы раз за игру. Ну, я на очке. Я должен быть первым. Если они нападут, я нажму. Типа, я очень много армора эту хуйню даю. Весь варт хороший. Как будто бы под санстрайк я могу попробовать релла в рашпит выдавить. Либо смог нажать, парни. Смог. Подойдите рубику? Подойдите к рубику? Я покажу. Они забирают. Рановато. Я нажал релла. Спектра не умрет. Я через половину файта сейчас вбыл. Ну, спектра не умрет, другие, возможно, умрут. Потому что я улетел, у меня больше нет импакта. Надо бежать. Дайди ко мне на бродяну. Ладно. Нормально. А брошь лоу был меньше половины. Добейте, я пойду искать лоу. Бэтом варды. Бэтом вардов. Надо забирать лотос обязательно. У меня какие-то прологи ебаные. Они так раздражают. Это все из-за бруды. Что, реально убьют ее? Так просто? Рожь очень... Найс, это был хорош килл. Можешь ли тут кто-то забрать? Всякий случай, выложим, чтобы в случае чего кликнуть. Короче, я купил Рейдинг, тогда куплю Тараску. Будем... Он просто жить. Можешь сказать ему, что он уже живет? Хе-хе. Лёв, пока не выйдет. Визом скоро будет. Рейдинг, скорее всего, на 35-й. Как вам? Бля, мне очень нравится этот геймплей. Он очень необычный. Что дальше? Найс. Найс, 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 найс. Еще, еще, еще. Еще, еще. Как же я торнадо кинул? Идеально сразу. Нет, это торнадо вот тут идеально кинул. Я везде. Потанчите башню. У меня хила много. МС беру в этой игре. Мне не нравится, что там может быть. Я не дам убить пашке кого-то. Даже Рубика. Она не убьет подо мной Рубика. У меня соло и оверчарж. А, ну, тут флеши нету. Бля, я ей блас дам, она не будет винтич. Вариант. Я не дам никого убить ей. Виннивэй. Найс, найс. Мы с тобой вдвоем тормейн тро въем вроде. Да, я как будто не... Мы с спектрой с вами. Ну, я и... Уйдешь, пожалуйста. А это у нас длин. Не очень. Блин, ну я должен забирать. У меня рейла в два будет. В смысле, в три. Я ради прилететь. Они с маке за вами бегут. Мы можем же ответить, нет? Ну, я вот... Я могу подойти. Я могу подойти. Если подойдите туда, я прилетел. Захвати на бреде, засейвайте. Захвати на бреде. Я первым пойду, если будет вижу. Пожалуйста, захвати. Я под тобой. Не дам тебе умереть. Выйди на рейтинг. Я первую двадцать. Там еще Кура летит. Нажал рейла. Не дам умереть тебе. Меня заферяли, мужик. Кинули. Моп. Блядь. Помочь провокеру надо помочь. Салвардам перед отлетом. Надо пачки отпушивать в миде обязательно. Блядь, из-за паутинок у меня 60 фпс. Я не знаю, я еще браузер закрою. Куявно, вы видите сами. Это просто неиграбельно становится. В бродой сыграю. Все. Нажал добить. Найс, найс. Миде пачку еще пушнули. Да, у вас опять мид в жопе, парни. Я скипал ее, самое грустное. Я в топ-тепнулся, вот этот классно. Найс. Хороший вард стоит. Я могу от умереть сейчас на самом деле, но, блядь. Надо рисковать. О, герои, дойдите здесь же, я прижал. А, окей. Меня венга ищут. Я сейчас покажу варда мою вот тут. Я с тобой, я с тобой. Я с тобой, я не на очки. Даю в себя, потому что меня будет бить. Я с тобой, послепая, если что. Венга послепая. Убить и люди ее долго не будет. Я за этим. За шлюхой, за шлюхой. Найс, найс, найс. Короче, гайс, я пару раз в ключевых моментах буквально засейвал. И... Так что второго можем через бот. А, да, го, давайте. Хорошая игра, парни. Красивая. Потанчу на инвокере, у меня много хила. Говорит, я могу. Короче, я считаю, это очень хороший билд. Я... Ну, типа, вот впервые его пробую. И пока что мне очень нравится он. Это просто невыносимое количество выживаемости. Ты с этим билдом не фармишь. Ты маленький. Но... У нас, кстати, глифт на крипов дает. Я не идеально поставил, но... Хорошая игра. 0-8. На спектре. Комбэк. Легенда. Красивая игра, гайс. Я считаю... Ну, возможно, не в соло. Но я очень чисто сыграл в эту игру. Было пара мискликов в начале. Но я очень чисто и красиво ее сыграл. Вот эти оверчарджи моментами настолько решают. То есть, когда ты играешь атакующим виспом, ты только фармить можешь. Но защитный билд реально помогает играть в доту. То есть, если ты командный игрок, где ты фулл подверяешь команде, и ты висп не тот, который дает фарм, а тот, который дает защиту, то играть от защиты очень удобно. Но, сами понимаете, игры, где ты играешь на спе с 0-0 героев под себя, и ты даешь тизер в спектру в драке, чтобы она не умерла, это крайне редкая ситуация. И я этот аспект взял впервые за все время игры в этом патче. И вам я его не суперсоветую, но если по пику подходит, обязательно попробуйте. Вот. Что, 7700 уже? Думаю, 8000 апну на дне. Ладно, на виспе я просто не проигрываю, на самом деле. Висп у меня вообще сейчас легендарный. Если я проигрываю, то там игры просто скрытопульные. Но как будто бы у меня есть какой-то опыт на виспе, что получается побеждать. Не знаю почему. Просто вот такое вот. Ну, бывает, что немножко игр сыграл, а получается. Ладно, guys, хорошего вечера. Давайте, всем удачным, пока. Как вы пишете, вам мне нравится. Вот я и мейны выкладываю. Все, бэ-бэ. Субтитры создавал DimaTorzok